Привет, дорогой друг! Ты у меня на кухне, меня зовут Красавин Иван, и я тебе сегодня покажу самый вкусный фруктовый салат, который ты когда-либо ел. Покажу структуру, можно делать набор разных фруктов, но вот у меня сегодня такие. Это яблоко, это груша, обязательно все фрукты спелые. Это персик или что это такое, не знаю. Это авокадо, авокадо может быть такое, а лучше с черной кожурой, которая легко вынимается, придется сегодня его чистить. Это греческий йогурт, вот я только греческим заправляю, пробовал еще термостатным, тоже вкусно. Во вкусвилл покупаю. Это кешью, вот обязательно это кешью и обязательно это тыквенные семечки. Все, вот здесь я, к сожалению, забыл купить, это банан. Вот банан здесь был бы прям супер, у меня уже текут слюни, потому что я голодный. Смотри в чем суть, в том, что фрукты, ну я думаю, что ты знаешь, если много съесть, то есть даже такое понятие, как фруктовое ожирение. Почему? Потому что очень много фруктозы, когда попадает в кровь, быстро откладывается жир, потому что фруктоза практически не проходит процесс пищеварения, то есть очень быстро усваивается. Из-за этого, если ты ее не тратишь, она быстро откладывается в жир. Так что не надо говорить, что на фруктах нельзя поправиться, можно. Но здесь в сочетании с йогуртом, с белком и жиром, с семечками, за счет этого усвоение будет более медленное. И тем самым мы, получается, делаем такой ПП, ПП из фруктов в салат. Давайте готовить сразу. Приступим. Нужно почистить яблоко. Все фрукты должны быть спелы. А когда, если не сейчас, потому что сейчас как раз сезон фруктов, не кушать такие фрукты. Кстати, сейчас где-то через минут 40 я побегу десятку, 10 километров. Это прям вот заряд. Заряд энергии. Я уверен, что десятка будет прям в кайф и легко. То есть это достаточно такое питательное, прям отдельное блюдо, питательный салат. И мне он очень нравится. Очень нравится. По вкусовым, по ощущениям, что нету тяжести. Ну, прям бомба. Яблоко почищено. Режем. Кстати, сразу показываю, как очень быстро чистить яблоки. Ну, думаю, ты знаешь. Еще раз, любые фрукты, любые, абсолютно. Единственное, что не кислые. Я пробовал киви, киви нет, сюда не подходит. Апельсин только если он действительно спелый. Если он кислый, будет портить вообще весь вкус. Почистили. Грушу тоже быстренько вырезаем сердцевину. Я разговариваю. Серьезно, у меня прям текут слюни. Я начинаю их проглатывать. Груша тоже готова. Осталось огромный овощ или фрукт. Кстати, напишите в комментариях, что это. Вот овощ или фрукт. Что это вообще? Или это вообще зелень, салат. Его тоже чистим. Готово. Кстати, основа. Это обязательно авокадо. Обязательно сладкие фрукты. Обязательно йогурт. Лучше греческий. И вот, как я сказал, кешью и семечки. Тыквенные. Именно тыквенные. Все остальное может меняться, варьироваться по вкусовым предпочтениям. Потому что сейчас поспело. Не знаю, можно вишню добавить, наверное. Я с вишней не пробовал. Все. Осталось это сейчас порезать кубиками и в нашу тарелку. Нарезаем сначала яблоки. Хотя, какая разница, что сначала. По ходу дела. Яблоки. Лайфхак. Как я выбираю яблоки? Я прям в магазине нюхач. Я их только нюхаю. И если они абсолютно не пахнут яблоками, я их не беру. Может это не показатель, но если они пахнут, я всегда, от слова, всегда попадаю на вкусные яблоки. Пошла груша. Туда же авокадо. Бери не самое спелое авокадо. То есть оно должно все-таки структуру свою сохранить. Не должна быть как каша. Удаляем косточки. Можно было и так бросить, но я для структуры просто их порежу. Вот так на 4 части. Чтобы не попадались крупные кусочки. Все в тарелку. Практически салат готов. Любые, какие тебе нравятся фрукты, мне бы хотелось еще здесь видеть банан. Горсть. Просто вот так сколько поместилось. Горсть тыквенных семечек. Если заморочите, можно, конечно, их и помыть. Также горсть. Все отмеряю горстями. Горсть. Жареных кешью. Можно и сушеных. Вот кешью переборщить, мне кажется, нельзя. В принципе, салат уже готов. Осталось только, то есть основа. Осталось только его заправить. Еще раз повторюсь, можно делать это греческим йогуртом. Мне он просто нравится по структуре и по жирности. 4%. Или термостатным йогуртом, или любым йогуртом. Самое главное, чтобы он не был сладким. Иначе испортите все блюдо. Заправляем, и наш салат готов. Все, осталось только перемешать. И не забываем про подачу, потому что мы сначала начинаем есть и хотеть еду. Именно глазами. Берем тарелку, перекладываем ее. Может быть какая-нибудь супер красивая тарелка. Чтоб ты понимал, какой объем. Это безумно, это безумно вкусно. И еще и сытно, это прям отдельный прием пищи. И еще и полезно, потому что здесь и набор витаминов, и хороший белок, и жиры. Есть вообще все. Как не обрезать. Лучше всего украсить, если бы у меня сейчас была, например, малина или клубника. Именно красная я бы разложил по кругу. Немножко добавил, но, к сожалению, у меня ничего нет. Поэтому буду наслаждаться этим салатом прям так. Но вот сколько мы потратили. И самое главное, блюдо готовое. Оно действительно очень вкусное. Попробуй, ты не пожалеешь. Любая, любая структура, любые фрукты. Самое главное, это вкусно. Это полезно. Набор витаминов, белков, жиров. И это еще и сытно. И я уверен, что десятка у меня сейчас, 10 километров, я буду бежать как лайк. Все, приятного аппетита. Попробуй, напиши в комментариях, что у тебя получилось. И какие фрукты ты используешь для салата. Может быть, какую-то заправку другую. Все, до встречи. И пока, приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok